всем привет продолжаем работе над квартирой бабушки бабушку кстати зовут марина викторовна да это реальный объект и мы там работаем поэтому до видосики чуть-чуть стали реже выходить но я постараюсь исправиться так и сегодня мы вроде бы как должны уже текстурировать до создавать материалы то есть задавать им объектом и так далее принципе сюда можно было пищу как бы чуть по домоделивать но думаю вы сами разберетесь если будет да такая необходимость пишите запишем еще уроки да а добавить надо бы резервки и выключатели они вот здесь должны будут быть соответственно возле там входной двери выключатель розетка вот и также у нас тумба down тут ума тоже будет блок из двух розеток и выключатель один как-то так так приступим до назначать материалы значит как ну можно это сделать и в вот этом пространстве можно перейти в пространство шейдинг на у вас сразу же вы перейдете в режим материал и вас появится поле с нодами шейд эдитар называется вот так же там поле для просмотра текстур да это по моему имидж эдитар да и также у нас тут доступен наш как бы проводник вот если нажмем будут все диски то есть можно выбирать будет текстура отсюда и сразу же перетаскивать так ну давайте пока вот например в этом поле и там начнем в общем то с чего-то простого возможно даже с какой-нибудь мартышки давайте добавлю мартышку сезон вот куда-нибудь и и оттащу нажимаю control 3 это я добавил модификатор соотдевает до горячие клавиши так горячие клавиши включим отображение есть и можно есть сделать шейд смуз вот видим нашу сюзану и так материалы да то есть наверняка уже многие пробовали переходили на эту вкладку и что-то тут нажимали да и скорее всего нажимали тут плюсики нажимали его много раз когда нажимаете этот плюсик вы добавляете как бы слоты материала не можно сразу нажав кнопочку new вы добавите и слот и материал не материал можно имя поменять как здесь также и в этом поле вот если вы видя вот этом да просто viewport shading начнете изменять цвет да вы ничего как бы не увидите но стоит вам перейти в режим вот это материал вы увидите изменения так так меняется цвет да сразу многие а как назначить несколько там цветов для этого вот и создаются вот эти слоты в них кладутся какие-то опять материалы с разными цветами допустим так вот но ничего не произошло до чтобы назначать дальше материалы мдует уже нужно перейти в режим редактирование например я выделю этот глаз навожу нажимая l выбираю материал который не хочу назначить нажимаю сайт на то есть теперь этой части мыши я применил этот материал точно так же можно взять этим и применять и так до бесконечности вообще такая тема непростая вот и есть очень очень много разных нюансов да особенно как если потом переносить какие-то игровые движки как все эти материалы запечь в одну текстуру и так далее что для этих текстур нужно что такое нормал мат как его печь еще куча всяких непонятных моментов но мы постараемся а на примере архитектуры тут будет я думаю вроде все более-менее просто возьмем нашей сюзанной перейдем в окошко шейт editor нажму слэш да у нас теперь все спрятались осталось только сюзанна видим ее когда вы в режиме вот просмотр материалов у вас идут настроечка также устанавливается hd рай карта как бы на окружении ну которое вы видите когда вращаете viewport его вы можете менять выбирать различные тут в общем поклацаете также его там можно вращать размывать интенсивно сделать больше или меньше также использовать ли я источники сц света которые у вас там установлен вот как в этом режиме работает сразу скажу удар визуализатор или на то есть который у вас выбран по умолчанию то есть она что тут что тут в принципе будет одинаково за исключением того что не назначена тут hd рай карта тут уже в режиме типа rendered действует то что назначили в режиме мир я устанавливал текстуру небо так теперь дам возьму в общем по удаляю материалы что такое шейт-эдит а в принципе подобных до штука можно их назначать как сырать с этого меню так и в шейт-эдит а если я тут нажму нью видите у меня также появляется несколько нодов то есть непосредственно вот материал output это наш объект то есть сюзанна а вот здесь уже сам шейдер да то есть ну как бы способ затенения нашего объекта вот и тут точно так же я могу удалить или переходить и выбирать там разные слоты или добавила слот видите она все и тут сразу же переходит так что тут еще а сразу давайте такие моменты как например назначать один и тот же материал там нескольким объектом и всякое такое допустим а вот сейчас я сюзану то покопировал да я скопировал все материалы скопировал и материал соответственно вот сейчас мы сделаем один то какой то пока что просто цвет да у этого объекта его нет как назначить в принципе можно или выбрать этот объект и нажимаем на выпадающий список ищем этот материал и назначая почему не важно до материалы называть чтобы вы потом не запутались вот и тут кстати вот такая штука до указывается сколько пользователей материала этот материал использует что это значит видите меняем материал на неважно на этом объекте я его изменю или на другом мы знаем что этот материал он один на эти два объекта то есть меняя настройки материалом будет меняться в любой момент вы можете материал сделать уникальным если нажмете на эту двойку или там будет что-то другое а у него изменилось имя он стал уникальным вы можете теперь менять его отдельно далее материалы еще да вот видите у нас есть еще такие нули это значит что этот материал не к одному объекту не принадлежит и при сохранении последующем открытии нашего файла он исчезнет нам можно исчезнуть его если сделать вот здесь климат и он юзит датаблок до очистить их вот по идее видим да у нас материалы все пропали но вдруг бывают такие ситуации когда вам нужно использовать материал ну например это ваш blend файл библиотека будет материала вы будете их назначать да и создавать разные просматривать и в общем-то хранить вот что можно сделать тогда например опять я создал какой-то там материал сделал ему какой-то опять цвет а затем я его удалил на вот и теперь наш вот видите материал не используется вот и мы можем вот такой штукой видите типа кнопочка щиток защитить его от удаления то есть если я сейчас даже его удалю у нашего материала теперь видите буковка f это типа для него создается фейковый юзер и после теперь того как вы сохраните ваш плод blend файл вас ничего не почистится да то есть он не удалится он все равно будет тут жить вот это важно если вы как бы стать создаете библиотеку материалов вы хотите чтобы что-то пропало дальше если вы хотите один материал назначить там куча других объектов да и по-быстрому их может быть много-много да например это там плитка напольная какая-то вот можно еще до назначать это брать вот за этот шарик и перетягивать вот так но как сами понимаете опять не сильно быстрый метод самый лучший метод это как бы метод линкования да то есть я выделяю объекты и последним выделяю да то есть делаю активным тот объект с которого хочу материал или что-либо там еще какие-то данные покопировать на всех остальных пользователей я нажимаю control l а это вот вылазит менюшка make links где-то она опять же тут находится вот вот ну проще control или нажать и есть видите пунктик materials и мы материалы наши прилинковали теперь на всех на них назначен один и тот же так перейдем сюда да опять же тут будет как бы все так по быстренькому по ушу можно это расценить я не знаю на десятки часов вот надеюсь как-то поймете а так опыт придет стыканье вот первое да то есть видите я связь отключила surface и все пропало они стали чудом и черными на то есть мы на поверхность теперь ничего не выводим также есть тут пунктик volume это объем вот это если мы захотим делать там туман облачка и тому подобное displacement это ну в общем это 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 геометрия до которую можно создавать по текстурам вот но пока что остановимся на пунктике серфис и первое когда вы создаете материал у вас по умолчанию создается шейдер принципов бы без дев вот и так сказать наверное материалов 90 процентов разных материалов можно с помощью его и создать и еще это как бы принципы и забыл физически корректный шейдер такой easy call by the rendering дал для физически корректного рендеринга вот и он в общем то что он там описывает он описывает цвет нашей модели на непосредственно это бы искала вот какой цвет будет еще все материалы жда у нас делятся на металлы как бы идеи электрики да то есть органическое что-то и металлическое вот так же сейчас так коротко по пунктикам а потом будем когда текстурить поймем что где крутить stop surface на это под поверхностное рассеивание объекта вот ну в принципе опять же да там ухо ваша человеческая ухода на на солнце как то станции вы будете видеть что она светит светится да то есть лучи солнца проходят как бы и рассеиваются внутри ухо также там свеча какая-нибудь восковая и тому подобное покрутили там этот параметр и будем видеть как вот меняется на шейдер да то есть цвет и он рассеется вроде как светится объект наш потом опять же да вот этим мы делаем или металлическую поверхность ну или не металл металл не металл следующий пунктик спекула это интенсивность блика по умолчанию типа если физически корректный блик до максимально 05 но можно сделать и некорректные выше поднять это значение вот потом тонн в общем то я останавливаться не буду и даже это прошу продемонстрировать надо долго научиться анизотропия если так в двух словах это например полированная кастрюля какая-то на металлическая и вот эти блики как она бликует даже не знаю как это назвать надо картинки нагуглить в общем интересного тут параметры да например а еще вот этот до ровность то есть мы описываем цвет интенсивность блика и шероховатость нашего материала а то есть тут мы можем задать или сделать полностью глянцевую поверхность или максимально там шероховато это вот такой очень важненький параметр еще на например есть такой такая штука больше клея код это как второй слой как лак например для нашего объекта если мы его покрутим мы вот увидим да добавился еще один слой и блик у него другой также второй слой мы можем размывать вот на от боистка да мы можем опять же что-то подавать горячие клавиши в принципе подобные нужно что-то добавить нажимаем shift и и тут куча разных групп а input это какие-то входные данные например там для позиционирования текстуры какие-то данные о объекте и тому подобное обычно идут без каких-то входов хотя тоже есть исключение вот часто используем текстур координат да то есть мы будем указывать текстурные координаты как брать как рассказывать в общем блендеру компьютеру видеокарте как позиционировать нашу плоскую текстуру на 3d объект вот а вот ну один вход мы выход вернее видели да что это наш материальчик шейдер ну вот это нашей шейдера с которыми будем работать вот например принцип от бездев это тот что по умолчанию становится например опять принципы твой им а то есть объем соответственно надо его подавать на объем и мы будем видеть наши объекты в общем да как-то так есть там интенсивность ну опять же эти объемы это другая такая тема пока не трогаем вот сейчас еще на примере быстренько да не вот это вот шейдера например как я говорил 1 diffuse на то есть это у нас шейдер который как бы описывает просто цвет нашего объекта как видите никаких бликов ничего нет также есть шейдер глоссе да если я его подключу теперь вот сюда он нам описывает как бы до блеск блики и шероховатость бликов вот так же мы можем мешать и цвет да если просто будем глоссе использовать и мешать и делать какой-то цвет по сути мы получаем металлы а если мы хотим все-таки использовать как получать пластики там какие-то диэлектрики мы будем миксовать эти моды и есть шифтой микс шейдер есть от шейдер есть микс шейдер от шейдер это опять же для нереалистичных каких-то эффектов он одни значения добавляет к другим а этот как бы миксует опять же по определенным там алгоритм вот если я его добавлю этот нот и например шейдер сюда подключая есть три входа есть входы для шейдеров есть фактор например включу вот так и вот так видите они у нас в равных значениях замиксовались если я этот фактор вот сюда отведу вот да мы видим diffuse если полностью сюда мы полностью видим наш глоссе но мы можем вот эти той штукой на добиваться каких-то опять же различных значений в принципе вот таких уча микс шейдеров глоссе собраны вот здесь в одном ноде вот так же там бывают очень полезны на это шейдеры мишин это когда мы хотим наши объекты чтобы там светились да и сейчас он нам кстати понадобится шейдер еще там что часто там используется я использую лично этот transparent на то есть когда мне нужно что-то вычесть сделать его прозрачным вот например если я покажу вот так да в общем то объект стал прозрачным но мы этого не видим у и потому что ей надо это включить а включить это можно или в настройках вот здесь для этого материала да есть на счастье не вот видите settings и также они вот тут доступны вот settings и blend мод изменить на альфа-бленд вот видите тогда viewport начал показывать нам прозрачность и тут просто мы его transparent мы просто удаляем объект это может быть полезно опять же там например вот помиксовать да то есть два шейдера мы миксу и вот таким способом я там делаю его полупрозрачным да каким-то вот он полупрозрачный объект а также вместо фактора а я могу использовать текстуру вообще вот фактор это тут ее идут как бы значение от 0 до единички вы это можете видеть но единичка и в общем себе как бы так в голове сделайте пометочку до что единичка это полностью белый цвет а нолик это полностью черный цвет или отсутствие цвета и нет никакой яркости соответственно вот сюда если я подам какую-нибудь текстурку на то есть эта группа шейдера вот есть группа текстуры и здесь можно выбирать или имидж текстуры это наше изображение какое-то или есть еще куча процедур на генерируемых текстур то есть какие-то математические в общем формулы высчитывают нам какие-то шумы например чекер тексту на то есть чекер ну понятно в клеточку что-то у нас будет вот и подключу я пока что просто на surface на видим какую-то там клетку у нас вот опять же она не похожа сейчас на клетку и всякое такое и непонятно почему это происходит но допустим пусть она будет вот такая и тут тоже есть белый и черный цвет и мы вот этим параметрам доски регулируем как бы размер ячейки и давайте эту ячейку теперь подключим на фактор на вот теперь мы имеем мешаем наш диффузный цвет с прозрачностью соответственно чему тут будет чернее тем прозрачность будет явнее да то есть убираем делаем его не таким черным он становится как бы полупрозрачный вот а то есть мы этим делаем как бы тоже то же самое вот что или исключаю цвет или вот так да только теперь благодаря этой текстурки по сути можно так нашу мартышку сказать что она благодаря этим клеточкам вся состоит из единичек и ноликов да и где-то прозрачность где-то непрозрачность но единичка от единички до нолика у нас еще куча куча значений вот ну и все это вот основано все это по сути текстурирование основана вот на таких масках да когда мы с помощью текстуры задаем разные значения можно так сказать нашим объектам но многим лично мне было легче это понять когда я начал эти цвета представлять все таки единичками и ноликами да то есть любая даже текстура если что-то взять это тоже и тут есть она состоит из пикселов и у каждого пикселя будет яркость его и неважно коричневый он или какой-то его можно обесцветить у нем будет опять же градация да из кучи значений от черного до белого вот сейчас мы с ней еще там поработаем с этой текстурой так вроде бы да так чуть-чуть сказал если сильно там что-то непонятно будет ли по каким-то определенным нодом да в общем или пишем в комментариях или в telegram канал который в описании есть нам и давайте от ближе перейдем наверно текстурированию пример вот начнем с вот этой части какой-то пока что-то легкая да давайте возьмем телевизор вот он у нас банальный да и тут что рамка будет такая черная глянцевая экран матовый черный назначай один материал на 1 1 материал по любому будет применен к всем объектам сразу а применили видим что он у нас шероховат хотели бы глянцевости добавить добавили вот черный цвет опять же да как бы не существует тут прям черного цвета вот тут а там ванта black ну можно делать чуть выше до значения сделали вот а экран я хочу сделать как бы ну матовым да вот и давайте эти настройки спрячу соответственно мне нужно добавить еще один а вот эти вот материалы вы можете назвать black а второй материальчик да можно к примеру даже сделать черный чтобы не проводить там опять каких-то настроек нажали плюс и для этого слота выбрали например его же но тут видим что его кто-то использует а мы хотим сейчас поменять ровность сделать шероховатый нажимаю вот и переименую сделаем просто назову тут можно глоссе было назвать как-то тогда и теперь меняют этот параметр ровность но ничего же не происходит правильно поэтому нам нужно зайти в режим редактирования выбрать объект который мы хотим назначить выбрать нужный материал нужна эта кнопочка сайт и выйти из режима редактирования да тем самым в общем то мы все назначить если вы захотите назначить какую-то картинку до или видео это опять же отдельная тема то скорее всего у вас возникнет сразу же проблема да потому что я не помню уже с чего мы телевизор делали по моему с плей на или нет если в плей на то у него была юви развертка если не ну давайте попробуем сейчас я найду какую-то картинку так ушел горилл так сохраним картинку рабочий стол а вот я да давайте сверну где-то вот например да в мире животных есть у нас какие-то обезьяны нам нужно поместить их на экран телевизора текстуру в блендер можно импортировать да ну или первое десктоп найти ее вот здесь где там ее сохранил вот и перетянуть на и у нас сразу же создается нот текстур имидж тексту например давайте шить тей текстур имидж текстур добавляю нажимаю open и опять же выбираю где-то и открываем да вот она тоже появилась тут ну или можно там вы на рабочем столе на водите это все выбираете и все перетянули есть и соответственно раз мы хотим видеть только ж не путайтесь да с какими-то материалами если мы хотим видеть эту текстуру да а вот цвет нашего объекта задается боискала соответственно мы должны этот нот подключить вот сюда вот и тут как бы ничего теперь нет да все пропало пропало потому что вот как бы плоская текстура наша она была плоская согласно 2d у нас модель то 3d и вот как ее позиционировать в принципе она могла бы быть как бы ложится и вот сюда до мог до ложится и с этой стороны стороны проецироваться да то есть со всех а как именно мы не знаю поэтому вот для вот этой штуки видите есть еще вектор нужно указать как то есть указать текстурные координаты которые мы будем брать когда вы используете просто not image текстур у вас берутся по умолчанию юви координаты сейчас мы не до них дойдем то есть вот так вот отсюда стоит вот так и мы видим тот же результат а можно брать например координаты генерируемые на взять вот и опять что то когда вы используете генерируемые координаты они накладываются у вас плоско как вот на верху нам грубо говоря вот она так картинкой она плоско ложится и вы видите просто граничные пиксели которые так протянулись но метод позиционирования он стоит для этой картинки флэт вы можете выбрать на бокс до изменить и в принципе у вас появились марш мартышки эти и как видите у нас также ровность до все действует уберем у нас будет глянцевый экран с этим изображением на или добавляем вот тут опять же дам вот как еще можно если вы хотели сделать чтобы экран телевизора светился тогда давайте добавим шейдеры мишин да то есть светящийся добавляю вот сюда пока что принципу это не буду использовать на то есть вот этими орешу чем выше тем светится сильней и опять же вот тут свечение поскольку у нас визуализатор или это real-time движок никакой трассировки лучей нет вот это вот свечение не осветит рядом стоящие объекты но если вы переключитесь на cycles а вот тогда у вас будет он будет реально освещать все вот ну я это тоже покажу но давайте пока перейдем опять как было мы хотели чтобы наши мартышки светились и вот видим вот этим параметрам ну в принципе единички и будет достаточно он уже будет как бы светиться и издавать свет твой да так ну это если нужно чтобы он светился да если нет вот так вот тоже делаем и включаем ну так да например я вообще-то не хотел ничего делать у него будет телевизор выключен и все с телевизором как бы закончили нажму слэш есть следующая такая опять же какие у нас там простые моменты ну например вот стены стены марины викторовны будут покрашены но тоже могут быть какие-то вот нюансы а нажиму слышь и оставлю тоже стены нажимаю new вот здесь и могу сразу назвать как-то этот материал вот тут будет он какой-нибудь как серенький да вот сейчас он серый матовый а если вы хотите добавить какую-то фактуру до фактура можно добавить с помощью ноды bump и какого-то шума для сумма я могу использовать текстур но из текстур очень часто используется да давайте я ее откала поставлю на боискала твои видим какая-то да какой-то шум появился разноцветный со входа фактор будет он черно-белый есть параметр скейл который мы можем его масштабировать есть параметр detail детализацию шуму как бы добавлять вот ровность опять же такие искажения будут и дисторшн тоже пошевелили вот отменю тут может быть там в плоти и 5000 на вот появился мелкий мелкий шум и это я его сейчас вижу на боискала а у нас есть еще вход норму да то есть мы действуем на нормале так сказать себе искажаем лучи света делаем такую псевдо геометрию если я нажму shift и добавлю от вектор bump сюда поставлю этот вход и сказал что вот это вот моя черно-белая текстура будет действовать на высоту сейчас он подумает и видите мы увидели эту фактуру параметрам стрэнч ее можно как бы редактировать параметром invert можно ее инвертировать была выпуклой стала вогнутой вот а тут ее интенсивность делаем вот ну такое да а например на давайте вам поубираем просто доставляем серый цвет но хотелось бы все равно видеть какую-то там фактуру на нашем объекте тут я могу там пойти где этот мартышек искал например найти там x ура бетона вот и что-нибудь среди этого поискать да какие-то мне по сути какие-то пятна надо вот здесь в инструментах можно выбрать размер большой на чтоб она была чуть поболее сюда тут вроде бы большая но не грузится дурят какая-то загрузилась но не то вот например вот эту возьму и разрешение у него вроде бы ничего сохранить картинку как давайте сюда сохранить вот опять же давно значит я говорил как ее можно вот а еще я бы очень рекомендовал включить not wrangler да это такой аддон который и он по умолчанию есть в блендере но не включен который я по умолчанию всегда включая not wrangler и вам очень рекомендую не забудьте его включить это обязательно потому что я буду нажимать горячие клавиши вот буду их комментировать а вы по-моему будете гореть а у меня ничего не получается опять же так вот где-то процентов 70 моих студентов об этом забывает и я их вечно прошу включите они не получается я 10 раз говорю not wrangler включите они опять не получается в общем не забудьте включаете и например мы делали до чтобы добавить текстуру я добавлял текстуру image текстур потом мне надо указать как она будет в общем какие текстурные координаты будут браться а также мне нужно еще ее как-то там шевелить да поэтому будет мэппинг у нас еще то есть мы будем указывать по каким координатам как текстуре накладываться на объект и в зависимости там от способа до какого-то мы будем подключать вот эти вот все ноды вот так вот сюда а затем уже выбирать текстуру так вот вот эти три ноды это связка которая используется постоянно можно сделать проще тогда когда у вас включена дом not wrangler выбрали not принцип вот нажали контрол т вот и все да у нас добавились все эти три нода я нажимаю open выбираю текстуру вот она да вот и появился наш бетон да по умолчанию я говорил юви используется но опять же у наших стен нет никакого юви да где-то там было с чего мы начинали не помню чертить по моему с play на и где-то наверное а вот до play который мы изначально создали из него пошли очерчивать вот у него есть юви координаты вот именно сюда и легла эта текстура видите нормально а дальше ничего нет дальше то есть мы начали плодить сетку и не делали никакие там юви ей то тут мы будем использовать например или генерируемые координаты и тогда метод наложения вот видите он флэт идет он сверху и вниз а вот сюда растягиваются боковые от пиксели которую тут мы например видим он просто потянуть а мы перейдем и выберем проекцию бокс да и вроде бы даже кстати ничего вот сейчас попробовать scale пошевелить у нас текстура оказалась шовная да то есть когда мы параметр scale то есть мы говорим во сколько раз там ее в общем уменьшать и и тогда мы видим что у нас ну как бы изображение видите вот она копируется и поскольку она не бесшовные видим эти швы и это плохо а бесшовных опять же это вообще отдельная тема опять же если это будет интересно можно сделать там несколько уроков по фотошопу как ее там создатели используя другие какие-то программки так дальше я ответ я в общем-то определился дает хочу вот такие например серенькие стенки вот но хочу задать фактурку какую-то и фактуру я могу задать вот шероховатость сюда или глянцевые стены или вот так но если я вот этот возьму и подключу кровь носу то видите какой сразу же получился результат и у нас как будто бы появилась какая-то действительно декоративная штукатурка что-то под бетон такое интересное да вот как ее можно регулировать опять же это просто да у нас такие единички нолики ну и где-то там 01 так а еще когда кстати not wrangler control shift если я зажму и кликну левой кнопкой по моде видите создался not viewer и мы сразу же во вьюпорте просматриваем непосредственно эту текстуру вот я тут с ней и тут тоже считайте например вот тут у нас 0 и где белый единичка там 05 и мы можем это регулировать все да и достаточно просто если я нажму шептей добавлю откала рджи битюр добавляя их вот то тут я могу яркость регулировать до яркость своей текстуры и будут интересные какие-то результаты а то есть более матовой сделать вот или наоборот более глянцевая но мы видим есть какая-то все равно у нас фактура вот да то есть тут порегулировали как нам надо и получили какой-нибудь результат ну например пусть мне в общем уже даже пойдет да что-то нравится тут можно много чего понаделать с этой вот текстурой например вот эти вот линии чтобы были каким-то другим цветом там чернее или что-то такое пример боискал я беру и на этот вход поставлю миксер джиби да то есть вот тут я буду миксовать каких-то два цвета по каким-то параметрам и к примеру я хочу миксовать а шерова тут черный цвет я вот так возьму схвачу его и перетащу просто сюда и этот сюда вот сейчас мне ничего не поменялось около 2 выберу там какой-нибудь черный цвет ну и тут они по этому фактору просто пока что миксуется а я хочу чтобы они миксовали суд по этой текстуре я также беру ее на фактор подключаю да и теперь попробуем там пошевелим наши параметры да где-то у нас красный цвет вот кстати давайте вот это вот сюда вот здесь сделаем более какие-то черные на вот видите они в этих частях получились черные такие вкрапления и тут у нас уже можно все как бы гладко как настраивать вдруг я их может и белые хотел на быстро осветлил а вот эти части на то а наоборот затемнило опять получил какую-то другую текстуру но все же я хотел чтобы они были черненькие и видите эти еще и места у меня получилось бликуют потому что вот тут так все хорошо можно добавить чуть больше блика вот да например сделали вот такую штуку переходим дальше к примеру нам нужны плинтуса нажму слэш показал все выберем плинтуса плинтуса просто все просто будет new байскала они такие почти белые будут не бликовать что-то типа такого никакой текстуры ничего я на них накладывать не буду пол полом интересней и опять же да есть от не разных методов как там сделать этих пол этот пол и в принципе для наш если это архитектурная визуализация она там интересно делать ему геометрией то есть какой-нибудь аддон типа флор генератор и мы генерируем наш или ламинат или там что угодно вот но также это можно сделать и текстуркой да и вот как раз с нам поможет вот этот принцип лет шейдер я то есть возьму создам сейчас материал вот здесь назову его пол так назвали до пол теперь где же взять опять же текстуру покажу вам один сайтик где их можно брать бесплатно да в описании добавлю ссылку на него вот в принципе это такая же пародия на поле икон на это сайтик да там от эндрю прайс по моему создал и вот здесь также доступно много текстур но за них вас нам платить надо но вы можете перейти в раздел чик при это же накачать много разных и довольно неплохих текстура на здесь их больше и например меня интересует и давать напольные покрытия опять же много разных тут уже подберете там по своему вкусу какой-то там и ламинат и тому подобное ну возьму вот что-то типа это возьму текстурки есть 2к gpk 2к png ну возьму 4к gpeg думаю пойдет и вот до начинается закачка опять же я свой проект сохраняю возьму разархивирую тут уже конечно у меня такой срач небольшой так и где а вот до 07 я уже одну качал там 07 извлекаю так извлек и вот наша текстура тут состоит из ambient окружен есть наш коло это вот как бы диффузный альбедо бои скала есть дисплейсмент это опять же она там делается кто разные шейдера можно использовать карту нормальный можно дисплейсмент и карта ровность вот мне надо сейчас будет раз два три четыре четыре картинки по сути да это текстуры вот и этими текстурами я могу описать по поведение моего шейдера да то есть я могу вот с помощью этой текстуры указать шероховатость его с помощью этой указать опять же так как псевдо геометрию вот с помощью вот этот описать а это я писать базовый цвет штаны мне уже не очень так нравится ну ладно а это это сама затенение да то есть мы видим это как ламинат и есть там щели в них будет затенение ну и давайте все это до купы слепим но когда вы включили not то есть not wrangler да тогда вы можете нажать control shift и перейти уже непосредственно и выбрать ваши там раз-два сейчас попробую наверное он не сможет из для 34 до 4 текстуры и нажать принцип от текстуры он их даже попытается как-то сам расставить и в общем-то да вроде бы и расставил а только нету есть бы искала ровность установилась и нормал что встала да то есть вот наша текстура и стану есть блики есть шероховатость ну в общем то все хорошо ну давайте чтобы вы понимали что да откуда и куда сделаем их по очереди так я также выбираю да то есть вот ambient это diffuse вот это ровность а вот это норму вот и начну вообще с норма лада чтоб понятно было что это такое сама по себе она не будет работать еще нормал обязательно вот тут колор спейс цветовое пространство выбирайте мангала вот подключаем к норму не дну что-то да увидел что-то появилось на работать это не так толще этот нод подключается совместно с нодом норма на выбираем вот так вот клинили просто перевел на эту нитку и она добавилась это пола вот вот сюда да и после чего мы уже увидели какую-то фактуру видите вот то есть у нас есть полигон а информации появилось много давайте цвет какую-нибудь задам вот да то есть мы уже понимаем да что это как бы дерево это какие-то доски дальше ровность на карта вот и и мы опять же миров носа используем и вот у нас появились блики вот следующая карта это наш свет но эта карта обычно от сам бент окружен и мешается тут кстати как я горел да можно не создавать если вы масштабировать не собираетесь дата ноды по позиционированию текстурные координаты и мэппинг можно не добавлять так давайте ambient сюда поставлю до видим затенение и вот надо нам смиксовать вот эти две текстуры для этого я нажму с этой перейду от раздел кого и выберу миксер джебе поставлю вот так и есть у нас текстура ну ама цвет а вот тут как бы выше в блендере все наоборот вот это тот пунктик он ну если сравнивать с фотошопом фотошопе вот если как пирог до наслаивается и кто выше то первое а в блендере наоборот кто ниже это будет первое и мы должны для этой текстуры указать режим наложения мультиплан на и вот этим параметрам видите вот эту теперь как его затенение в этих щелях я могу вот регулировать вот сделали так принципе все есть но теперь как бы не хватает нам да если я перейду ну реально такие здоровые доски да и не в ту сторону хотел бы их развернуть вот для этого значит нам придется каждую текстуру куда подключить к ней но мэппинг и текстур координат нажму control и пробел на это на все окно я нашей editor развернул вот тут выделю нажму control т да и добавились у меня вот моды мэпинг и теперь я буду вот тут задавать параметры но хочу чтоб влияние происходило на все текстуры сразу вот и здесь что мы поделаем опять нажму control пробел вернулись назад я беру по протягиваю да можно это в первых уроках говорил протянуть левой кнопкой шевелить туда-сюда да и мы масштаб нашей текстуры регулируем например где-то так на регулирую нормально да обычно там ламинат где-то метр двадцать можно там по клеточкам посчитать и там 12 сантиметров его там ширина вот да то есть да дал вроде нормально еще нужно развернуть перешел на вид сверху то есть этаж ось z вот мы поднимаем и соответственно ее меняем если вам тут что-то надо подогнать как-то эти штучки да вы можете по яйцу по игреку в общем легко их подвигать так о добавили и теперь теперь давайте наверное так времени 50 минут сейчас маленькие перерывчик сделаю потом допишу мы короче да вот эту вот штуку тоже затекстурируем не дают мне покоя извините так тумбу продолжим в следующем уроке тем пока до новых встреч